Водолин 27 января 1924 года прошли похороны вождя пролетарской революции, основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ульянова-Ленина. 27 января 1944 года Ленинград отметил полное снятие 900-дневной блокады. 27 января 1945 года произошло освобождение узников Освенцима. 27 января 1987 года на пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев назвал время правления Леонида Брежнева эпохой застоя и объявил новый этап государственной жизни – эру гласности. В этот день, 27 января, родились Михаил Салтыков-Щедрин, знаменитый русский писатель. Его роман «История одного города» считается вершиной сатирической прозы. Архип Куинджи – выдающийся художник-пейзажист. Павел Миляков – российский политик, историк, глава партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства. Анна Петровна – дочь Петра I, мать императора Петра III. Анна Петровна – старшая дочь Петра Великого. И, надо сказать, его любимая дочь – умная и красивая. Но, увы, прожила она жизнь недолгую и несчастливую. Ей пришлось практически принести себя в жертву ради укрепления политических связей, вступив в брак с нелюбимым человеком и прожить остаток дней вдали от Родины. Анна с малых лет тянулась к знаниям. Уже в восьмилетнем возрасте девочка писала родителям письма, подписываясь «Принцесса Анна». Она упорно осваивала и иностранные языки. «Принцесса Анна» имела хороший вкус и была обучена всем необходимым манерам. Всем известно, что царь Петр часто был вспыльчив и агрессивен. Однажды он бросил в сторону своей любимицы перочинный нож, но Анна очень любила отца и прощала все. Она говорила, если бы был у меня жених такой, как батюшка, уехала бы с ним хоть на край света. В ответ Петр Алексеевич прислушивался к дочери и даже следовал ее советам. Как-то Анна рассказала отцу, что в Европе, если мать не имеет денег, чтобы растить ребенка, то дает его в специальный дом, где дитя вырастет за государственный счет. Послушав дочь, император учредил дома презрения. В 1721 году Анна стала именоваться цесаревной, после того, как ее отец Петр I получил титул императора. Она стала завидной невестой, причем считалась первой красавицей Европы. Один из дипломатов в своих мемуарах писал о встрече с 15-летней цесаревной. «Взоры наши точи собратились на старшую принцессу, брюнетку, прекрасную как ангел. Цвет лица, руки и стан у нее чудно хороши. Когда она молчит, то можно читать ее в больших прекрасных глазах всю прелесть и величие души. Но когда она говорит, то делает это с непринужденной ласковостью. Это была прекрасная душа в прекрасном теле. Она как по наружности, так и в обращении была совершенным Петра подобием, усовершенствованным ее исполненным доброты сердцем». Выбор императора был сделан в пользу Карла Фридриха, герцога Галштейни. Этот союз был бы выгоден обеим сторонам. Петр получал влияние на давнего северного врага, а Карл с помощью новых родственников мечтал вернуть область, отобранную некогда Данией. В 17 лет Анну выдали замуж. Единственное, чем она утешалась, что не нужно было принимать другое вероисповедание, так как протестантские дворы были в этом вопросе либеральны. Еще один бонус. Сын Читы мог претендовать на российский престол по тайному пункту брачного договора, в то время как сама Анна и ее супруг отказывались от притязаний. Здоровье Петра ухудшалось с каждым днем, и он не дожил до свадьбы любимой дочери. И все же мать императрицы Екатерина позаботилась о пышном торжестве. На чужбине в доме уже супруга Анна была несчастна и часто писала своей сестре письма. В 1728 году у нее родился сын, который впоследствии стал Петром Третьим. Его появление на свет шумно праздновал немецкий народ. Но для самой Анны роды прошли неудачно. Она умерла. Анне Петровне было на момент смерти только 20 лет. Супруг горевал, хоть и не любил жену. Он приказал создать целый мемориал, а также основал орден святой Анны. Перед смертью она попросила похоронить ее рядом с отцом. Предсмертная просьба была исполнена. На похороны из Москвы никто из родственников и придворных не явился. Но проститься с Анной Петровной пришли тысячи простых жителей Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова